Ну она достаточно здорово клюнула. То есть потери большие, честно. Фермеры Алтайского края ждут в этом сезоне большие потери. Уборочная кампания началась практически вовремя, а ее завершение затягивается уже на три недели. В Алтайском крае в Сибири очень плохо. Плохо, прежде всего, из-за погодных условий. Сначала была жара, даже некоторые культуры пришлось пересевать, потому что они не взошли. Потом дожди, сейчас от дожди пошли, ну, осенью, что не позволяет то, что даже наросло, убирать. Сентябрь заканчивается, в это время уже практически заканчивали, зернобобовые. А сейчас еще много в поле статистика. Минсер-Кост публикует где-то на пределах 50%, плюс-минус 2-3%. Такой сложной уборки, я, по-моему, очень не помню. Идеальная погода для сбора урожая – сухая погода без дождя, туманной росы. После дождя же зерновая культура должна 2-3 дня просыхать. В этом году уборочная кампания проходит в суровых условиях, поэтому аграрии вынужденно собирают сырое зерно. Качества в этом году практически нет ни у кого. То есть те августовские дожди, они вымыли всю клейковину, весь протеин. То есть делая лабораторные анализы, это протеин, влага, число падения, клейковина практически нет ни у кого, как мне известно. То есть уже нет значения, большой ты фермер, крупный, сколько ты уже удобрений, прочее. Дожди сделали свое плохое дело. Потери Алексея Бутырского составили около 40% урожая. Возникли и проблемы с уборкой. Пшеница, готовая к сбору, подсохла, стала пропускать свет на низшие ярусы, отсюда сорняк. А также культура начала прорастать. Обязательно найдем вот такую же пшеничку. Вот видите, уже с зеленым росточком. Эта пшеница как посевной материал уже некуда не годится. Еще одна проблема – стремительный рост цен на дизельное топливо. При том, что цена сельхозпродукции не меняется. При средней стоимости пшеницы третьего класса с НДС 12 рублей за килограмм и солярки в 65 рублей – никакой рентабельности, подчеркивает Алексей Бутырский. Цены на топливо, цены на запасные части потянут за собой определенную цепочку повышения цен. То есть это повышение логистики, повышение каких-то сфер услуг и прочее. Топливо – это все. Все, что мы носим, все, что мы берем в руки и покупаем в магазине, когда-то привез грузовик, он кушает топливо. Каким еще последствиям приведет повышение цен на ГСМ и насколько затянется уборочная кампания этого сезона, сказать сложно. А тем временем в Алтайском крае собрали порядка 2,5 миллионов тонн зерна – половину от посевных площадей. Юлия Щепина, Алексей Фризин. День с толком.